Привет, друзья! Это вторая часть второй серии по созданию медиасервера на основе операционной системы Коди. Лично я использую сборку LibreELEC. В прошлой серии мы собирали саму приставку, также говорили о сетевых взаимодействиях и хранилищах. И установили операционную систему. И сегодня мы готовы приступить к её настройке. Сам корпус приставки, который вы сейчас видите на экране, сразу хочу предупредить, что это прототип, и я его буду переделывать. Но сейчас приставка у нас с вами уже подключена, и я предлагаю скорее перейти к её настройке и обзору функционала. Но перед тем, как перейти непосредственно к самой Коди, давайте я вам покажу всё-таки, что же лежит у меня на сетевом хранилище. Здесь у меня папки с фильмами, сериалами, музыкой, а также с ссылками на IPTV. Кстати говоря, ссылки на IPTV можно раздобыть много где, можно загуглить и бесплатных пиратских ссылок найти просто целую кучу. Но я их беру ВКонтакте в группе у одного нашего, так сказать, энтузиаста русского пирата. Надо отдать ему должное, он достаточно неплохо всё это собрал и оптимизировал. Ну а теперь всё-таки давайте вернёмся к Коди, которую мы только что с вами включили. Да-да, я буду снимать телевизор камеры, потому что мы всё-таки Коди с вами используем в реальных условиях, и я вам реально показываю телевизор. Прежде всего нас просят выбрать язык при первом включении, естественно это будет русский. И, кстати, обратите внимание, то что я управляю своей приставкой с помощью пульта от самого телевизора. Тут дело в том, что приставка получает по HDMI-проводу сигнал самого телевизора от моего пульта. И, соответственно, я для этого ничего, никаких действий не предпринимал, но само так заработало. У меня на данный момент приставка подключена по витой паре, но если бы у нас был план не подключать провод, а подключиться к интернету по Wi-Fi, то приставка бы вам предложила. Шифрование мы с вами включать не будем, а вот самбу оставляем включённой в ней вся соль. После этого прожимаем далее до конца, и нам наша операционная система предлагает скачать дополнение. На самом деле, неважно, выберите вы эту скачку или нет, она всё равно его начнёт. После этого мы увидим рабочий стол Коди, соответственно, в нём совершенно ничего нет, он пустой, и мы должны это всё заполнить. Ну или даже не совсем всё, а необходимое для нас. Предлагаю начать с фильмов, поэтому нажимаем кнопку «Войти в раздел файлы». Здесь мы видим наше дисковое пространство, это, соответственно, то, что есть на флешке. Если подключить к Raspberry ещё одну флешку уже с фильмами, или, например, жёсткий диск, то здесь это тоже отобразится. Жмём на «Добавить видео», и нам предоставляет возможность выбрать источник. Конечно же, нажимаем «Обзор», и Коди нам показывает всё, что оно видит. А видит она на самом деле, ну ничего. Кстати говоря, протокол NFS, это, по-моему, тот самый DLNA и есть, но нам не нужен, нам нужна виндовая сеть. И, соответственно, наше сетевое хранилище. Заходим туда, а там ничего просто нету. Но это конкретно у меня, потому что у большинства пользователей Коди видит всё сразу. Так что возвращаемся назад и нажимаем кнопку «Добавить сетевой адрес». И на экране появляется менюшка, которая за это отвечает. Тут протоколов, кстати говоря, достаточно много, но нас интересует самбо. Имя сервера придётся вписать вручную, я просто впишу айпишник своего НАСА. Кстати говоря, в роли сетевого хранилища может выступать не только НАСА или жёсткий диск, подключенный к маршрутизатору, но и ещё обычная папка на вашей винде, на вашем компьютере. То есть, куда будет указан путь и открыт сетевой доступ, туда можно и стучать. Ну а если ваше сетевое устройство запаролено, то необходимо ввести имя пользователя и пароль к нему. Ну и вот, смотрите, теперь в списке ресурсов появился наш сетевой адрес. Причём, если бы он был недоступен, то мы бы просто получили об этом предупреждение. Можно, конечно, прямо сейчас продолжить настройку, но чтобы было более ясно, я сейчас выйду в главное меню и начну как бы всё заново, но уже с прописанным сетевым адресом. Значит, всё как и до этого. Войти в раздел «Файлы», «Добавить видео», «Обзор». Теперь видим наш сетевой адрес и кликаем по нему, и мы проваливаемся уже в папке директории, которые находятся на самом насе. Вот наша шара, и вот мы заходим в фильмы, нажимаем кнопку «Ок», потому что мы добавляем файлы в раздел «Фильмы». Видим наш путь, при желании можем изменить название медиаисточника и подтверждаем. И это сейчас у нас на экране окно той самой настройки, где происходит магия. Эта папка содержит, называется «Пункт», открываем, и нам предлагает выбрать тип контента. Я выбираю фильмы, конечно же. Затем нам предстоит выбрать источник сведений. Их на самом деле несколько ещё можно добавить дополнительные, но меня вполне устраивает стоковый мови-детабейс, который называется. Теперь нажимаем «Ок» и подтверждаем, что хотим получить сведения обо всех выбранных нами объектах. В уголке у нас крутится процесс, который оповещает нас, что происходит получение сведений о медиа-контенте. Но на самом деле, вот он только первый раз более-менее долго это всё делает, а потом всё будет, естественно, быстро, потому что вы будете там добавлять по одному, по два фильма, скорее всего, за раз. А это сейчас он именно просто кучу фильмов обрабатывает. Конечно, ему тяжеловато. В то время, когда мы это всё обновляли, я, конечно же, мог лазить по меню, но так как я здесь всё-таки не один, а для вас показываю, то я воздержался. Теперь давайте вернёмся в раздел «Фильмы» и смотрите, что мы здесь видим. Мы здесь видим то, что у нас подгружаются миниатюры всех тех фильмов, которые мы с вами только что добавили в наш медиа-центр. Причём подгружаются они вот именно так долго и нужно подождать, потому что мы первый раз только что указали ему вообще источник. Все последующие разы, когда мы будем перезагружать приставку, они будут моментально появляться на экране, естественно. Я точно не знаю, если честно, какую информацию он подгружает, но 100% вот миниатюры, которые мы сейчас с вами видим на экранах, также большие обои на задник, как бэкграунд, ну и описание о самих фильмах, которые, собственно, мы будем с вами смотреть. Но, если быть точнее, в этом видео мы с вами ничего такого смотреть не будем, потому что когда я снимал в прошлый раз видео про Кодзи и показал там пару фрагментов фильмов, то мне YouTube очень грозно пригрозил пальчиком. Ну а теперь просто вдумайтесь, вы скачиваете фильм, причем не будем говорить, каким образом кладете его на свое сетевое хранилище, какое бы оно ни было, и медиусервер делает для вас хорошо и удобно, причем полностью самостоятельно. Причем можно совершенно не бояться то, что мы смотрим фильм по сети, потому что фильм нам маленькими кусочками подгружается, и я лично уже стал качать фильмы по 50 плюс гигабайт, которые весят. Ну и еще маленькая ремарочка, что интерфейс. В самой Кодзи, что миниатюры, очень хорошего качества, это я просто телевизор на камеру снимаю. Но тем временем я занялся тем, что таким же образом, как и фильмы, подгрузил сериалы. Только в этот раз я указывал сетевую папку с сериалами и тип медиаконтента – сериалы. И совершенно таким же образом, что и в прошлый раз у меня пошло крутиться колесо на обновление медиатеки. Теперь зайдем на вкладку сериалы, и тут, соответственно, почти все мои сериалы, которые есть. И, соответственно, сейчас я вам объясню, почему почти все. Дело в том, что сервисы, которые определяют, что это за медиаконтент, делают это определение с помощью названия самого медиаконтента. То есть фильм или сериал должны быть названы правильно. Это мог бы быть лютый гемор, но, к счастью нашему, на всех раздачах, как правило, фильмы и сериалы, и музыка, на самом деле, тоже названа уже правильным образом. Я вот тоже раньше думал, нафига они так сговорились все, и называют их настолько по-дебильному. Оказалось, неспроста. Кстати говоря, пульт, которым я пользуюсь, оказался просто суперудобным. На нем и тачпад, кстати, в коде поддерживается мышка, то есть вы запросто мышкой можете своей манипуляцией делать и RGB-подсветкой, и вообще он маленький удобный пульт. И это не реклама, друзья. А еще коде поддерживает практически любые форматы, и вы можете запихать туда даже ISO, то есть образ вашего диска, какой-нибудь старой DVD-шки, которая еще осталась, хрен знает с каких времен на компе. Но теперь давайте поговорим о том, что же делать, если фильм назван неправильно, где его искать. Прежде всего можно назвать фильм правильно, но зачем так заморачиваться, поэтому в папке с фильмами я создал папку под названием рукопоп и кинул туда три своих последних видеоролика. Теперь на самой коде я захожу в настройки, там пункт меню медиа и, соответственно, нажимаю видео. И здесь мы видим те самые папки, которые мы прописали из NASA. Здесь мы имеем доступ ко всем нашим файлам, которые лежат в этих папках. Ну и, соответственно, любой совершенно медиа контент можем запустить именно отсюда. Совершенно таким же образом мы можем зайти в любой незаданный раздел, например, видео, и зайти в файлы, и там также мы будем видеть все наши папки и все файлы таким же образом, как они лежат в нашей сетевой хранилке. Ну, а если мы не досмотрели видео данное до конца, то это совершенно не беда. Вот сейчас специально для вас я перезагружу приставку и после ее включения снова залезу в файлы. Кстати, смотрите, они отмечены значком, что не досмотрены до конца. Это значок круга из двух половинок, причем если бы мы до конца что-то досмотрели, то там бы стояла галочка. И когда я выбираю видеофайл, система предлагает мне начать либо с места, на котором я остановил просмотр, либо начать воспроизведение с самого начала. И если на данном моменте вы еще не передумали смотреть фильмы в браузере с хреновым качеством и дешевым хостинге, когда фильмы в час пик совершенно не грузятся, то сейчас я вас убежу в обратном. Смотрите, у нас здесь есть дополнения, которые можно скачать. На самом деле, можно провести аналогию с плей маркетом. Например, это чертова куча программ, которыми можно пользоваться. И они, большинство из них, по крайней мере, действительно полезны. Я, пожалуй, начну с установки PVR IPTV Simple Client. Это такая специальная прога, которая позволяет смотреть IPTV, файлы для которой я показывал в начале видео, что они лежат на нас, а также показывал, где можно скачать. Поэтому залетаем во вкладку TV и там выбираем каналы. Но у нас пока что здесь ничего нету, потому что это что-то нужно добавить. Изи, возвращаемся в дополнение, только уже надо выбрать не установить, а мои дополнения, и там находим наш PVR клиент. И, соответственно, в настройках нужно прописать путь к нашим IPTV файлам. Это может быть путь к файлу M3U, который лежит где-то у нас, да даже на самой разбере он может лежать, либо можно прописать ссылку вручную. Но я, конечно же, буду указывать на файл, потому что прописывать длиннющие ссылки вручную, но это так себе затея. И, кстати, если вы даже не смотрите телевидение, то вы можете подключить, например, себе сборку исключительно каких-нибудь там музыкальных каналов. Ну или эротических, к примеру. После подключения нас попросят перезагрузить компьютер, и к этому, конечно же, нужно прислушаться. Ну и теперь, конечно же, заходим в ТВ, в каналы, и у нас тут огромнейший список каналов, которые я вам, конечно же, показывать не буду, чтоб меня еще не забанили за это пиратское говнище. У ТР, там всякие России и ТНТ, они же тоже на Ютубе публикуются. Здесь вы при желании можете и ТВ-программу настроить, и вообще здесь плюшек хватает, но я думаю, дальше вы и без меня изучите, я дал только старт. А вообще, в дополнениях реально прям огромное множество программ, причем многие из которых я, честно говоря, никогда даже названия не слышал, но это все какие-то известные видеохостинги, как правило. Ну, если речь, конечно же, идет о видеодополнениях. Да и вообще, если честно, вот что касается коди ее функционала, почему, соответственно, я снимаю знакомительное видео, потому что, что бы вы ни придумали, что бы у вас ни появилось в голове, как правило, этот функционал здесь уже реализован, его нужно только отыскать. Из прикольного здесь есть даже торрент-клиент, который позволяет не скачивать видео, а смотреть его прям в реальном времени. Ну и как бы серьезно, вот тут реально есть все, и ничего круче, если честно, я никогда не встречал. Ну, если вдруг вы заскучаете и с этой огромной кучей приложений, то я могу вам сказать, что здесь только три репозитория установлены, вы можете установить дополнительные, и у вас будет еще больше программ возможности поставить. Вот для примера я нашел дополнение под названием «Саус Парк», установил его, и, соответственно, оно у меня появилось в дополнение вкладки, как отдельная вот программка окошко. Заходим в нее и видим, что здесь целых 23 сезона «Саус Парка», который мы свободно можем смотреть. Чего мы, конечно же, не будем делать на Ютубе, потому что боимся, что нашу прелесть забанят. А, ну и еще нюанс в том, что «Саус Парк» на английском языке оказался, но это уже надо искать и выяснять, что как. Погода тут, кстати, еще настроил от Гесметио, она, правда, кривая, как и все у Гесметио, но, тем не менее, смотреть можно. Ну и напоследок, для тех, кто досмотрел до этого момента, еще один супер полезный совет. Заходим в «Настройки», «Медио» и, соответственно, ставим галочку «Обновлять медиатеку при запуске». Я, конечно же, не сомневаюсь, что вы бы и без меня эту галочку нашли, тут все-таки по-русски все написано, но, тем не менее, поначалу ты как-то ее пропускаешь мимо глаз. Теперь давайте поговорим все-таки о корпусе, потому что коробку мы с вами собрали, а вот как крепить ее на стену вообще пока что непонятно. И специально для тех нужд я разработал свои фирменные крепления. Основой чему лежит N-рейка, которая будет крепиться на стену и две небольшие рейки, которые к самой Raspberry Pi-корпусу приклеятся. Для их подготовки мне поможет комплект медчиков. Я, кстати говоря, все время расстраиваюсь, что так мало ими пользуюсь. Потому что все-таки я считаю, что именно медчики – это вот та самая вещь, которую можно назвать супер-жиром в наборе любого диайвайщика. И несмотря на то, что они не очень-то и дорогие-то, по сути, все равно ими пользоваться ну оооочень приятно. В общем-то нарезал я резьбы под М3, причем отверстие под нарезку я оставлял не 2,5, а 2,2 мм. Плюс, конечно же, усадка, без нее никуда, но так как это АБС-пластик, то нарезалась прям как сыр по маслу. Ну или в смысле нож по маслу. Затем прямые рейки клею на свой любимый дехлоретан к периметру корпуса. Зажимаю струбцинами и оставляю сохнуть на ночь. Вот это вот крепление мы будем прикручивать на стену, а на него уже будет крепиться сама коробка. И тут я все-таки хочу воспользоваться случаем и еще раз напомнить, что корпус это пока что только прототип. Я думаю, что нужно его переделать и сделать максимально более простым и симпатичным. Кстати говоря, все на этот раз реально на удивление сошлось, хотя на самом деле мне пришлось немножечко подработать N-крепление напильником. Головки закручиваются в пота, их конечно же в финальной версии наверное вообще не должно быть видно, но тем не менее смотрится все плюс-минус около того. И теперь вот именно на этом этапе вы можете уже наверное меня поздравлять, несмотря на то, что это прототип, но это полностью от и до законченный и проработанный прототип. Причем еще и прошедшие испытания временем, как комплектации, как софта, так и вообще всего-всего-всего. И то, что я вам показывал в сегодняшнем выпуске и предыдущем по коде, я не просто потрогал и выпустил видос, снял, а испытывал многие-многие месяцы и реально заявляю вам о том, что это клевая вещь. Ну что ж друзья, на этом пожалуй все, все что я хотел, показал, рассказал, именно поэтому пришлось разбить данный видос на две части. Я знаю, вы часто ругаете меня за мою любовь делать сериалы, но на самом деле, если бы я выкладывал редко видео по 30-40 минут, то наверное бы вы их меньше просто-напросто смотрели. Я, кстати, еще хочу заострить ваше внимание на то, что в этом видео, как и обычно, собственно, я ничего не рекламирую, я просто показываю вам то, что я вот испытал, чем я пользовался и что мне понравилось. Ну и соответственно, я думаю понятно, что коде бесплатное, Raspberry не нуждается в рекламе, пульт, на который я заострял ваше внимание, просто удобный, кто бы у меня заказал рекламу на него-то. Ну а вот Виктор с группой IPTV вряд ли бы мне смог что-то заплатить, потому что он тоже энтузиаст. И именно поэтому единственное, что мне от вас нужно, это лайк и комментарий, это немножечко поможет моим видео развиться и подняться в рейтингах Ютуба. Я же, как обычно, напоминаю вам, что у меня есть социальные сети ВК и Инстаграм и прощаюсь с вами. Пока-пока.